Шестой раз в нашем городе проходит открытый турнир по самому красивому и зрелищному виду спорта синхронному плаванию под названием фламинго. На протяжении трех дней участницы демонстрируют обязательную и прозвольную программу. Выступления проходят как соло, так и в группах, дуэтах и комбинированных дуэтах и оцениваются по десятибальной системе. Два знаковых турнира у нас в году. Это «Золотая осень» и «Фламинго». Этот турнир очень красивый. Здесь выступают малыши, юниоры, поэтому это всегда очень эмоционально, красиво, значимо. На этом турнире у нас 142 участника. В основном это спортсмены Бреста и города Минска. На данных соревнованиях действует сложная судейская система, в составе которой 15 человек. Судьи делятся на три категории, каждая из которых оценивает определенный параметр. Это техника исполнения, художественное впечатление и сложность. Точные движения, легкость, изящество и красота. Так выглядят со стороны выступления команд. На самом деле за каждой из программ стоит тяжелый труд и ежедневные многочасовые тренировки. Вид спорта достаточно сложный, хоть со стороны он кажется легким. Конкуренция тоже большая. Сложно выступать в таких условиях, но мы справляемся. Надо научиться, тянуть ноги, садиться на шпага, делать мостик стоя, с колен. Достаточно сложный спорт, но если стараться, то можно. Сложно, с чего хочешь. Сложно в синхронном плавании. Это чтобы был один счет, чтобы все девочки попадали под него. Да еще тяжело подняться и удержаться на своем месте. Несмотря на сложность, этот вид спорта очень популярен. Он притягивает самых упорных и целеустремленных. Помимо технической составляющей, не менее важна и визуальная сторона. Поэтому у каждой команды есть свой неповторимый стиль, который включает различные элементы костюма, а также макияж. Не обходится и без маленьких секретов. Прическу заливали желатином, чтобы она устояла на голове. А макияж под водой не смывается? Нет, у нас специальная косметика, чтобы она все не смывалась водой. К слову, наборы в группы по синхронному плаванию проводятся с 7 лет. Поэтому уже в сентябре во Дворце водных видов спорта ждут будущих синхронисток. А турнир «Фламинго» снова удивит и порадует брещан уже в следующем году. Продолжение следует...